И сегодня же глава государства подписал указ о создании национального Курултая. Документ опубликован на сайте Аккорды. Новый консультативно-совещательный орган возглавил сам президент. Площадка будет обеспечивать диалог между властью и обществом. По сути, то, чем занимался ранее Национальный совет общественного доверия, но в еще более широких масштабах. Кто вошел в состав Курултая, что на повестке и что он может дать нам с вами, расскажет Илья Кужегалеева. Имена членов национального Курултая знает практически каждый казахстанец. 117 человек. Люди разных профессий, национальности и возрастов. Многих из них общественность не ожидала увидеть среди тех, кто вошел в новый консультативно-совещательный орган. Например, известного в народе писателя, общественного и политического деятеля Мухтара Шаханова. Или не менее известного в политических и общественных кругах Ермурата Бапи. В то же время Курултай широко представлен и молодежью. Одна из самых молодых участниц Курултая – лидер казахстанских волонтеров Айсулу Ерниязова. Она уверена, Курултай станет площадкой, где опыт и знания старшего поколения будут качественно дополнены идеями молодых активистов. Сколько лет занимаемся волонтерством. И с первых уст знаем, что происходит. Причем не только у молодежи, у обычных рядовых семей нашей страны. Во время пандемии, чрезвычайного положения режима мы видели, какие есть сложности, как живет народ. Это все не просто критикуя, писать, а правильно формировать запросы, предложения, предлагать конкретные решения проектного формата. Госсоветник Ирлан Карин пояснил, обсуждать на Курултая будут вопросы долгосрочного характера. В этом основное отличие от Национального совета общественного доверия, где решались социально-экономические проблемы, что называется здесь и сейчас. Несмотря на завершение работы надсовета, его основной костяк продолжит работу в составе Курултая. Сегодня глава государства дает определенный мандат доверия институтам гражданского общества. И состав Национального курултая будет ротироваться. И я верю, что в него впоследствии будут входить новые яркие лица. Очень важно, что данная структура, она будет живой, она будет находиться в постоянном процессе преобразования. Важным дополнением в дело укрепления общественного диалога и отказа от практики кулуарных решений эксперты называют создание социальной онлайн-платформы секретариата Национального курултая. Казахстанцы смогут направить туда свои предложения. Да, нужно людей учить коммуницировать. У нас, к сожалению, пока нет культуры коммуницирования внутри разнополярных мнений. И вот как раз курултай – это место, где и общественная площадка создана, и интернет-площадки видят. Вот это самое удобное поле, где можно выяснять отношения, во всяком случае, быть услышанным. Потому что члены курултая, я думаю, будут внимательно изучать и жалобы к этому поставить. Иногда вопрос важнее ответа. Весь состав Национального курултая будет работать на общественных началах. И первое заседание пройдет уже завтра, 16 июня, в Волутавской области. Новый орган должен стать ядром общенациональной консолидации граждан, готовых внести свой вклад в строительство обновленного Казахстана. Олег Ужигалиев, Аманжол Байгазин, Наурис Байкор Мангазы. Итоги дня. Тем временем Национальный совет общественного доверия уходит в историю. Консультативно-совещательный орган, который за три года существенно поменял многие аспекты жизни казахстанцев, теперь уступит место национальному курултаю. Все эти годы НСОД был не только эффективной диалоговой площадкой, с полей которой начинались реформы, но и неплохой стартовой платформой для рекрутирования новых кадров в управленческий блок. Десять членов Национального совета стали депутатами парламента, еще два министрами, а один и вовсе возглавил новую Улытаусскую область. Проще говоря, управленцами становятся выходцы из общественной и экспертной среды. Для Талгат-Калиева НСОД последние три года был не просто работой, а местом, где он мог реально делать жизнь казахстанцев лучше, как бы высокопарно это ни звучало, признает, за короткое время сделано то, чего казахстанцы ждали не одно десятилетие. И это показатель успеха. Это не было декларативной формы. Это была однозначно крайне практичная, крайне эффективная платформа, на которой мы сумели обсудить и продвинуть огромное количество идей. Это четыре пакета политических реформ, только политических, не считая экономических, социальных. Напомню, НСОД призваны слушать и слышать население, а также решать проблемы людей не на бумаге, а на деле. В нашей стране появился после инаугурации президента Тукаева. Собственно, он и стал инициатором идей создания такого органа. За три года своего существования членами Совета было принято больше девяти десятков нормативно-правовых актов, в том числе законы, указы президента, постановления правительства и приказы министерств. Члены НСОД не ограничивались участием на заседаниях и круглых столах, проходящих в столице и Алматы, но и выезжали в регионы, где встречались с соотечественниками, выстраивая обратную связь и укрепляя общественное доверие.